Мы продолжаем прогулки по музею и сегодня речь пойдет о скульптуре Марка Матвеевича Антокольского Иван Грозный. Марк Матвеевич Антокольский – выдающийся художник, один из ключевых русских скульпторов XIX века. Творческие способности Антокольского проявились в раннем детстве. После того, как талантливые работы юноши заметили местные влиятельные лица, родителей Антокольского уговорили отдать молодого человека в Санкт-Петербург для продолжения обучения. Здесь он поступил вольнослушателем в Академию художеств. Первым его руководителем был известный скульптор Пименов. В годы пребывания в Академии Антокольский сблизился с передвижниками, в том числе с Иваном Николаевичем Крамским, идеологом товарищества. Особенно дружил Антокольский с Ильей Ефимовичем Репиным. Ему были близкие взгляды передвижников, однако он не входил в их число. Под воздействием передвижников Антокольский стал убежденным реалистом, демократом. Основу его взглядов на искусство составляло стремление к художественной правде. В начале 1870-х годов Антокольский создает одно из лучших своих произведений, которое стало вершиной творчества мастера и принесло ему мировую известность. Это портрет Ивана Грозного. Однако профессоры Академии отказались рассматривать скульптуру, так как она не соответствовала общепринятым канонам и в силу этого была ни на что не похожа. К счастью, скульптуру увидела великая княгиня Мария Николаевна, которая покровительствовала Академию художеств. Она пришла в неописуемый восторг от произведения и поделилась своими впечатлениями со своим братом Александром II. Император лично посетил мастерскую скульптора и осыпал его комплиментами и монетами. Он заказал бронзовый отлив скульптуры Ивана Грозного для Эрмитажа за крупную по тем временам сумму 8 тысяч рублей. В 1871 году скульптура была отлита из бронзы и экспонировалась на первой выставке Товарищества передвижных художественных выставок. Тогда же один из музеев Лондона заказал гипсовую копию скульптуры для своего музея. Это было первое произведение русского мастера, которое попало в коллекцию зарубежного музея. Антокольский удивлялся. «Я заснул бедным, проснулся богатым. Вчера был неизвестным, сегодня стал модным». Положительная оценка императора очень смутила преподавателей Академии художеств. Нелицеприятные оценки сменились словословием и похвалой. Академия художеств присудила студенту Марку Антокольского высшую награду – звание академика Императорской Академии художеств. Скульптурный портрет Иоанна Васильевича Грозного, представленный перед вами, это уменьшенный мраморный вариант знаменитого портрета. Давайте его рассмотрим. Он сидит на высоком троне. Обратите внимание на рельефы трона. Они скопированы с достоверной точностью с тронного кресла из оружейной палаты Московского Кремля. Интересно отметить, что благодаря этой знаменитой скульптуре трон из оружейной палаты был прозван в народе троном Ивана Грозного, хотя документального подтверждения, что этот трон принадлежал Ивана IV, нет. Но вернемся к портрету. С плеч Ивана Грозного спадает мягкая шуба с горностаевым мехом – символ царской власти. Его сильная рука крепко сжимает подлокотник трона. Он нахмурил брови, сжал губы. Тяжелое мучительное раздумие охватило его. Худая фигура пронизана нервным напряжением. Мы чувствуем злость, жажду мщения перед возможной изменой. Неиссякаемая сила духа первого русского царя. Иной образ мы увидим, если обойдем фигуру с другой стороны. Иван Грозный одет в монашеское одеяние. На голове его скуфья монашеский головной убор. Его фигура сгорблена. Он опустил голову. С колен вот-вот упадет синодик. Книга, в которую Иван Грозный записывал для поминания имена казненных им людей. Мы чувствуем усталость старого больного человека, страх перед смертью. Здесь и чрезмерно тяжелый груз власти и раскаяния. Антокольский сумел сделать противоречивый образ Ивана Грозного. Он создал образ великого мученика и великого мучителя. В 1875 году в Петербурге скульптуру приобрел известный иркутский золотопромышленник Александр Михайлович Сибиряков, чтобы подарить ее иркутской мужской классической гимназии, выпускником которой он являлся. В 1879 году, во время знаменитого пожара Иркутска, скульптура пострадала. Спасая из полыхающего огня, тяжелого Ивана Грозного уронили. Отломилась спинка кресла. Этот излом заметен и сейчас, после реставрации. В годы Гражданской войны это ценнейшее произведение было спрятано на чердаке гимназии. Лишь после установления советской власти, скульптуру передали Иркутскому художественному музею. Сегодня скульптура Иван Грозный является гордостью Иркутского областного художественного музея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова